Что заставляет меня брать холст и краски? Что-то со всем этим делать? Напряженно не знать результат. Сомневаться на каждом этапе создания. Наверное, это радость удачного решения и находка новой связи с реальностью. И появление нового смысла. Каждый новый день исчезают старые вести. Сквозь серый фон быстро меняющихся образов мы начинаем догадываться о каких-то закономерностях. В этом мне помогают едва уловимые изменения символов и знаков. Они постепенно проявляются и исчезают. Одним из самых емких знаков нашего пространства я называю матрицей. Под матрицей я подразумеваю некое пространство с определенным расположением элементов. Точек одного цвета и тона. В наше время наиболее информативный знак это QR-код. Это самая распространенная и упрощенная форма матрицы. Параметров сохранения информации у нее всего два. Бинарный код черный и белый. Единичка и ноль. Первым QR-кодом был наскальный рисунок, а его создателем – палеолитический художник. Простейшая информация на стене пещеры была доступна тому, кто мог отличить рисунок от естественных пятен. Еще одно свойство, которое стекает из вышесказанного – это необходимость упрощения информации. Ее сжимание до уровня ощущений. Это как архивация файла с рациональными воспоминаниями. Их редко использует наша оперативка. И поэтому они – ощущения. И мы живем ощущениями. Знаки делятся на понятные и требующие инструкции. Откуда пришли вторые? И как эти инструкции вошли в нашу жизнь? Не исключая воздействия внешних сил. Добыть огонь, одомашнить животное, сеять пшеницу, вплоть до атомного синтеза и, в конце концов, черного квадрата Малевича, первого пикселя в нашем QR-коде. Сложную информацию необходимо упрощать. Искусство – это не часть культуры, а культура – это не просто развлечение. Речь идет о поиске гармонии и стремлении на эти способ общения с высшими силами. Служители классических видов искусств давно уже это делают. Время не стоит на месте. И с момента появления первого пикселя в 1915-м, через 108 лет, представляю вам картину «Вселенная Ки-5». Серик Буксиков, апрель 2023 года. В сторисах часто натыкаюсь на интересные и мудрые мысли. И вот я услышал такую мысль, как устроен мозг танцора, какие процессы происходят в его сознании. И меня это очень сильно задело, потому что у меня возник следующий вопрос. Как устроен мозг художника? Если вы хотите понять это, если хотите обучиться изобразительному искусству, понимать принципы формирования, создания визуальных образов, я думаю, что ради этого, может быть, я буду проводить... И ради этого я создам несколько курсов, может быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова